Всего в нескольких минутах езды от города через кукурузное поле находится основная причина зловонного запаха. Это полигон, на который, по словам специалистов в течение 15 лет, сбрасывали отходы жизнедеятельности КУР ближайший завод Бройлер. Четыре года эта масса спрессовывалась и разлагалась, теперь начала дымить. От города до поля считанные километры. Первое сообщение о неприятном запахе появилось еще две недели назад, 3 августа. Тогда сюда и прибыли сотрудники МЧС и Министерство природопользования. Открытого огня здесь не было, только очаги дыма. Их тушением и занимались пожарные. Весь процесс находится под контролем. С момента обнаружения, значит, первой заявки мы организовали реагирование, потушили. Сейчас мы ежедневно, два раза в день выезжаем сюда, с утра, обедом, после обеда и контролируем весь этот процесс, дабы исключить выявление повторных тлений. Александр Савуков сравнивает все это с торфом, снаружи 30-сантиметровый слой золы, под которым держится высокая температура. Поэтому дым периодически возникает в разных местах. Потушить такое поле оказалось непросто. Вблизи никаких водоемов нет, поэтому одна поливомоечная машина сменяет другую. Сейчас на полигоне ведется круглосуточное наблюдение. Ходить по такому месту опасно, нога легко может провалиться под золу. Поэтому для тушения отдаленных очагов задымления была привлечена военная техника, а именно вертолет. Весь полигон в 15 гектаров принадлежит Министерству обороны, и они оказывают активную помощь в тушении. Так на поле постоянно дежурят два пожарных расчета от ведомства. Как бы ни ликвидировали очаги в изгорании, запах все равно остается. Теперь здесь также постоянные гости – это представители Министерства природопользования. В настоящий момент лаборатория проводит замеры с подветренной стороны данной горящей свалки, так называемой отходов. Министерство взято данный вопрос на постоянный контроль. Периодически осуществляются выезды лаборатории. Один раз был зарегистрирован высокий уровень содержания ЦО в атмосферном воздухе, но он находился в пределах погрешности прибора, в пределах нормы. Дурнопахнущие вещества эту лабораторию ловить не может. Здесь нужна другая, так называемая альфаметрическая. Тем не менее, мониторинг воздуха проводится постоянно. В настоящий момент никаких превышений не зафиксировано. То есть, если ПЦУ определили, допустим, концентрации 5, то сейчас текущие показания 1,9. Вот НО, например, 0,4 ПДК, а сейчас показания 0,01. То есть, сейчас вот все в пределах нормы. Андрей Машинистов уточнил, что запах, который чувствуется в городе, распространяется именно от полигона в Дегелеве. Это подтверждает и розы ветров. Стоит отметить, что заборы воздуха проводились и в городе. Одна из станций министерства находится в Конищево. Также пробы воздуха брали и на Народном бульваре. Нигде превышения норм ПДК не обнаружено. Что примечательно, горит не весь полигон, а только его часть. Вот только назвать точную площадь пока невозможно. К тому же, как оказалось, дым идет не только с этого участка. Недалеко от первого полигона находится и второй, меньший по площади. Здесь также тлеют остатки ковриного помета. А из-за запаха находиться рядом с ним просто невозможно. Сотрудники МЧС сейчас активно занимаются заволачиванием полигона. Говорить, когда будет поставлена точка в этой истории, никто из них не стал. Возможно, еще долгое время весь этот участок так и будут окарауливать. Ведь дальнейшую судьбу этих отходов жизнедеятельности до сих пор обсуждают. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».